В литературе не могу найти. Абхазия и грузины, они сильно разница в языке, в культуре, в религии? Вообще не было разницы. Мы были все грузины. Все грузины. А с какого, допустим, можем мы такое сравнение сделать, что как Украина и Россия схожи, такое близкое родство? Даже ближе. Даже ближе. Так, и с какого времени история говорит, что эти народы вместе? Мы не помним, потому что наши цари там царствовали и здесь царствовали. Они уверовали когда во Христа? У них история какая? Во Христа Андрея Первого Званыця, когда пришли, они в Абхазии. От апостолов. А внешне они как-то отличаются? Можно узнать или похожим на другого? Мы не отличались. И мы очень дружно жили. И все хорошо. Что случилось? Почему они отошли? Но там, раз они были большинство нехристиане, но не большинство, но были нехристиане, не все были христиане. Там очень много мучеников были христиане. В первых веках. Но нехристиане проявились в Турции. В последнее время выросли там нехристиане из Турции, приезжающие. Такое поколение, которое мало знает о предках. Да, мало знает, которые давно. А потом уже так поработала Россия между народом, отлучи и царство. Вот это есть такое, сказал. Пока что родномыслие о вопросах. Да, и вот он поработал, Россия поработал, чтобы отлучили они от нас и поработал, чтобы против нас повернуло. Вот Абхазия и Грузия, к примеру, в пропорциональном отношении земля, площадь какая? Ну да, один в пяти, один в десяти, как можно сказать? Если взять Абхазию за единицу... Один в сорока или тридцати, вот так. Один в сорока или тридцати. Или один в сорока или один в тридцати. То есть Абхазия тридцатую часть Грузии занимает? Да. Приблизительно. Вот как. Ну а в настоящий момент, какие-то подвижки есть, чтобы опять народом быть вместе? Народы ходят здесь, которые были христиане раньше. И ходят, и принимаем, и мы очень дружим. И приходят, приходят, свобода приходит. У них сейчас какой-то епископ или кто-то есть? Абхазская, это наш патриарх, да, и сепельская. Они подчинялись патриарху Ильи? Всегда нашему патриарху подчинялись. А сейчас скамония, если там православная скамония, как сказать? Абхазская, вот есть такой титул нашего патриарха. Цхум Абхазская. Метрополит, значит, патриарх всей Грузии. Мцехета и Тбилиси. И метрополит Цхум Абхазский. А в его званиях? Да, да, да. Пицунды и Абхазия. Пицунды и Абхазия. Ни один Грузин не хочет разъединяться, наоборот, объединяться. Повторите-ка. Каждый Грузин хочет объединиться. Чтобы объединились вместе? Да. Понимаете как? И мы с радостью принимаем обратно. Если это на уровне патриарха поднять, постом молитвой, то Господь может что-то сделать? А я верю, что... Украинцы прямо натравливают на русских. Это мы проехали, мы это видели. Какое отношение... Мы молимся, мы молимся, и я верю, что мы объединимся. К ним претензии... Потому что это было искусственный раздел. У нас-то видите, раздел какой? Геноцид какой был, дескать. Вот это голодомор русский устроили. Все это русским сегодня в обвинение идет. Этот УЛАГ, разделение. Мы молчим только. Но Абхазцы-то так же не воевали с грузинами. Никогда. Никогда. То есть объединиться, как вот в Украине с Россией, Абхазцы с грузинами намного легче? Конечно легче. Гораздо легче. Гораздо легче. А у вас не сохранились друзья в Абхазии, которые поддерживают отношения? Знакомые, может быть? Ну, у нас на работе есть Абхазцы. У нас есть, значит, беженцы из Сухуми, ну, из Абхазии. И они ездят туда, и абхазцы приезжают сюда. Там, значит, семьи перемешанные. Но там, значит, тоже определенные документы нужны и какой-то таможенный досмотр. А вы написали, что если я поеду через Абхазию и мне поставить там в паспорте отметку, то в Грузии вход закрыт. А почему я, когда я русский, ничего не имею грузинов ни абхазов, почему ко мне такой строгий подход? Да. А у нас же надо абхазов. Почему? Ну, я, когда мы доехали до Адлера, мы там начали спрашивать и нашли кого-то грузина. Мы спросили, он говорит, да, это так, наше подтверждение. Что если вам поставят в Абхазию, мы заехали, нам надо было туда попасть, то в Грузию вам вход будет закрыт. Да, значит, когда ты заезжаешь в Абхазию, значит, это Грузия. И когда ты, значит, а они тебе ставят печать, что Россия. И, значит, как ты с Россией, то есть Абхазия, Грузия, приезжаешь в Грузию. Значит, с Россией приезжай в Грузию, хотя бы это Грузия. Поэтому ты не признаешь, значит, Абхазию, как Грузию, а признаешь и Россию, да? Это ваше, а Россия не толкова. Но если ты, значит, заехал, они, значит, печать ставят цветы, с Россией въезжаешь в Грузию. Значит, таким образом ты не признаешь Абхазию как Грузию, да? Она же в состав России не вошла, она отдельная государство. Что? Абхазия. Весь мир не принимает отдельно, это только Россия принимает. Но она не составит Россию-то? В составе, составит. Как все принято? В составе давно, и Осетия уже составит. Сами и сами уже приняли это. Россия только это признает, а весь мир не признает, что в Россию заходи. Конечно, это политические все дела, а по религиозному-то мы все родные такие. Все родные. Ну, в общем, они ставили вопрос, чтобы, значит, русскому патриарху, чтобы, значит, юрисдикцию России перейти. Но, значит, Россия не согласилась. Для России-то сравнить, это не одна тридцать девятая, а одна двухсотая сейчас. Какая она? По сравнению с Россией безразмерной до Дальнего Востока. Оно, в общем-то, еще курортов хватает и без нее. В Азии сейчас раскол. Значит, они часть уже, значит, хотят, значит, греческой, отделенной греческой церкви, которая, значит, старостильником. Старостильником. Да, здесь, да. Вот. А другие вот опять настаивают, чтобы приняла их Россия. Мы в дороге столкнулись с этой вещью. Вот сейчас едем в Баку, а уже вчера это так, а кто говорил? У вас могут быть слова проблемы, я не люблю это слово вообще. Когда сюда вернетесь, это мы едем пустые обратно. Здесь мы забираем все остальное, уходим. И вот там могут, ага, раз вы в Армении были, я говорю, а какое же это отношение имеют? Я с центра России, я не за Армению. У меня своя цель. Я приехал, меня там собираются мусульмане, меня ждут, чтобы я у них выступил. Если так будет, я разве враг Азербайджану? Нет, могут какие-то быть. Я говорю, ну у нас маленько по-другому. Мы молимся. Вас арестуют и вы заплатите штраф, тогда вас отпустят. Штраф заплатят? Да. Ну и посмотрим еще, заплатим или нет. Вы будете там сидеть в Абхазии, да? В Абхазии? Я говорю про Азербайджан сейчас. А, про Азербайджан, да? Мы-то не враги Азербайджан. Вы... Нет, он про Абхазии говорит. Да. Значит, если вы в Азербайджан заедете, там конфликт с Арменией. Поэтому здесь вы поддерживаете, значит, таким образом конфликт, который... А вот мы ехали, мы не знали, что в Приднестровье сегодня неблагополучная обстановка. И мы сунулись, а тут стоит прямо дорога перекрытая под сеткой БТР. Там Приднестровье отделяется тоже. Но когда мы все показали документы, все, они нам дали что-то. Позвонили туда вперед, в объезд, где... И там, так это про вас звонили, и нас даже ни слова не сказали. Ну, мы едем основном, встречаемся в библиотеках с людьми. И народ-то не участвует как бы в этом. Даже солдаты эти, офицеры, они никакой злобности, ничего против нас не имели. Да и ради чего? Да. Я совершенно посторонний человек, у меня определенная миссия. Ну, я, как правило, там трехтомник Нового Завета везде дарю, и там расположение очень большое. Так, мы сейчас едем. Если Господь благословит, то мы должны вернуться, может быть, даже сегодня. А завтра утром рано, сегодня мы закончим все. Если приедем, то уходим туда, и сбоку сразу по побережью идем в Дагестан, до Махачкалы. А там разворачиваемся на Кизляр, проходим снова Чечню и в Ставропольский край выходим. А там Ростовский рядом. Вот отец Гурам, вот вчера, который мы имели встречу, он говорит, если вы здесь останетесь, я организую встречу вам. Это вот ради этого я мог бы остаться. Надо узнать, вот только узнай у него, что за встреча, где и с кем. А Гурам-то, я спрашиваю, Гурам Гегешидзе, вы знаете его? А он знает, это наш писатель говорит. А я в тюрьме читал его. Гурам Гегешидзе, это очень хорошая рассказа. Я его не знаю. Очень хорошая. Притом, с таким подтекстом разворота, как бы запредельно после смерти посмотреть на себя. А в тюрьме ты все время готов умереть, там что угодно могут сделать. И поэтому он мне пришелся очень близко. Гурам Гегешидзе. Он все эти рассматривает вопрос, убили человека, и он как бы с той стороны на себя смотрит. Притом в аварии где-то, и у него видно, что духовно взгляд другой, чем у других писателей. Гурам Гегешидзе. А он его сразу, этот Гурам-то, мне начал про него рассказывать. Потом мы когда заехали, и там переночевали, и там большой памятник стоит. Александр, идет, видимо грузинка, в черном я подошел, говорю, а кто это памятник? Там не написано. Она говорит, Александр. Я говорю, а какой? Она говорит, это писатель грузинский, высокого роста, в бурке, и руку так держит. Такой мудрый взгляд высокий, смотрит. Я думаю, о чем он размышляет? Прям на площади. Высокий памятник. Ну, первая остановка после, когда мы заезжали. Александр Хазбекин. Как его фамилия? Хазбекин. Я его ничего не знаю, не читал. Ну, это когда вы с Россией едете, там вы проезжаете этот город Казбеки и его родина. Оно все захламлено, все бутылками, где памятник какие-то, все это, все. Видно, что никто не смотрит за этим. А нас поразило, что гора снегом покрытая, подошли к самому холоду. Я говорю, что сегодня самолетов сколько поднимается один за другим. Значит, связь большая здесь. Да. Ну, здесь все перемешано. Здесь население, здесь много семей смешанных. Поэтому здесь, если даже вот идет конфликт, то вот он здесь сглаживается. У меня сосед в Барнауле, где я живу, он какой-то там алюминий торговал и заработал. Грузин. Грузин. Вот. Данелия. Вот я пришел к нему и думаю, может как-то он поможет там по детскому лагерю, то другое. Разговорились. И он говорит, а вы знаете такую страну, где бы евреев не гнали? А я только что этой темой занимался. Я говорю, да нет, везде гнали. Всегда. У меня список огромный, в какой стране, сколько погибло, гнали. А он говорит, нет. Он говорит, в Грузии никогда не гнали. Я задумался правдой в списке Грузии. Да нету. Ну, здесь есть, значит, Катрис Ховреба. Значит, это летопис Грузии. Значит, там именно происхождение грузин здесь имеет корни от разрушения первого Иерусалимского храма царем Новохононосором. И вот часть евреев вернулись, а часть евреев, они рассеялись. И, значит, Тармагос, Катлус, значит, из них они пришли сюда, в Грузию. И здесь поселились. Поэтому картли отсюда произошли здесь. И цари от колена царя Давида. Да. Это родословно? Погратиони по происхождению. Это царская фамилия, как Романовы там в России. Здесь Погратиони. Герои войны 12-го года, да, он тоже евреи был. Потом, значит, храм Джвары, когда здесь вот Нина проповедовала. Это первый храм. Мы ездили на городе. Да, да, да. Вот там храма Джвары, да. Христиане. Да, да, да. Это были евреи, которые приняли христианство. И вообще там же история, значит, святой равнопостной Нины, она говорит так, что она была же племянница иерусалимского патриарха, и она знала, значит, еврит, этот библейский язык. И она, когда пришла сюда, значит, через Божомское ущелье пришла, она поселилась в Руисе-Ольбрисе. А там же было большое поселение евреев, и через них она овладела грузинским языком. И когда, значит, вот видит, что весь народ же куда-то идет, и она узнала, что они идут на поклонение Армазу. А там же жития святых написана. Да, да. И вот она пришла с хета здесь и видит, что народ этому идолу поклоняются. Тогда она, вот здесь Джвары, она поставила крест из виноградной лозы. Вот это Нина Джвары, крест Нины. Значит, крест и начала свою молитву, чтобы весь Господь открыл им истину, чтобы, значит, поклонялись истинному Богу, который сотворил небо и землю. И вот эта молитва была услышана. Там гроза, там молнии разрушили этого идола. И она с крестом тогда начала проповедь о распятом и воскрешении. Истинный Бог, который разрушил вашего идола. Ну, потом ее слово, как ее пропадет, слово Божией служительницы. Ее, значит, благодать была, что она принесла нам Слово Божие. И, значит, и люди здесь оказались до того мудрые. Они все приняли. Царь Мириан, Нана. Но ее слово было подвержено чудесами и знамениями здесь. Она исцеляет царицу. Она помогает ему, царю найти выход с очень сложного положения. И вот он говорит, это же истинный Бог здесь. И начинает христианство распространяться. Но они не просто так силой здесь. Нет. Они грузин отправляют где торжествует церковь, в Антиохию. Там они обучаются вере, и оттуда приезжают уже священнослужители, священниками здесь. Ну, и со смертью священника прекращалось священство, и таинства прекращались. Поэтому Вахтанза Гаргасали, это в пятом веке, вот Билиси, он на коне памятник. Вы видите его. Метехи. Да. Церковь Метехи. Значит, он возриновал, чтобы здесь, значит, восторжествовала автокефалия. Он обучил, послал грузин, обучили такой уровень, значит, епископов, как здесь, мозгвар, мозгвары. Учитель учителей обучил. И они уже приехали сюда уже епископами, служителями. И с тех пор уже начала торжествовать автокефалия. И здесь, когда вы, значит, святейшего патриарха, его преемственности священства, его, то есть епископства, значит, начинается вот Антиокия. Это с V века, где-то при Вахтанге Гаргасали. Вот эта хорошо тема описана в 13-м томе православной энциклопедии. Значит, там, значит, это так и есть тема, грузинская православная церковь. Когда этот издалий том, патриарха пригласили в Москву. И вот он, значит, они там торжественно, все эти архиереи признали это апостольство и не признали, благодарили Бога за апостольство, что здесь сохранилась, ну, святая вера, единая святая соборная апостольская церковь. Так что это 13-й том, и вы там очень много здесь откроете таких факторов. Я говорил у вас о благодати. Вот Ветхий Завет начинает то, чтобы никогда не проклинали евреев. Я не знаю, как это для народа, но они начинают говорить, а ты что под евреев подыгрываешь? Я говорю, Бог сказал, благословляющий благословлен будет. Я обязан это сказать. Вы не знаете, благослови, благослови. А ты начало благословения, знаете, первый Авраам удается, и благословляющий тебя благословлен будет. В семени твоем благословлятся все народы и племена земли. А, это как вот говорить из-за евреев, там это вроде я какой-то там прислужник евреев. Причем тут евреи, когда это повеление Божие. И последнее, Ветхозаветнее, это принесите десятину и не залью ли я благословение Божие в голове. Благословение Божие. Тогда не торговлю, то у нас торговли в храме нет вообще никакой. А свечи покупают, эти воск, у нас там пасеки держат, такие женщины, которые там живут хорошо, чисто. Они льют свечи, приносят пачки, батюшка ставит сколько надо. У нас в храме ни грамма, нигде, ни рубля не появляется, просто нету. Десятина все восполняет. Десятина. Повернуть трудно. Наша прихожанка, она гречанка, уехала в Грецию. Ну и она это научена так. Десятина Богу принадлежит, Бога обворовывать нельзя. Бог говорит, проклятием проклятый, вы обкрадываете меня. Народ говорит, чем обкрадываем? Десятина и приношением. Девяносто ты сто заработал, получил, десятка не твоя, Богом приложен. Зачем ты ее себе взял? Она десятка Богу принадлежит, ты своровал. Она пришла к батюшке видеть, а что это такое? Она говорит, десятина батюшка. А что? Священник не знает. Она ему отдает и говорит, батюшка, так это уже написано, это священство принадлежит. Но он понимает, что освящая машины, продавая, он имеет в сто раз больше, чем от какой-то одной прихожанки. Он говорит, мне это не надо. Десятину не взял с нее. Она пишет, а что делать? Я говорю, ты найди тех, кто возьмет. Не имею права. Не имею права. Это понимаете, это мне благословение. Знаешь, Игнатий, я думаю, сейчас вот у нас много молодых священников, рукоположенных, значит, подготовленных, которые не сребролюбивы, которые знают священное писание и достойные учителя. У нас есть вот здесь, значит, и радио, и телевизионная программа. Посмотри, какие проповеди здесь есть. Поэтому это старое поколение вот таких служителей, она уходит. А молодое, более здоровое поколение. Но они не могут еще сделать. К нам приезжают священники, там, и романахи, архимандриты. И у нас устав висит. Они прочитают, ой, как здорово, я у себя это сделаю. И батюшка, не торопись. Ну, в первую очередь, торговли никакой нет. Это второй пункт. Торговля у нас всячески истреблена. Ее даже не было и не заходит. Киоска нет. Ничего нет. Когда надо иконы, что батюшка привозит, там, продал, раздал или что. Проходит время, еще нет. Я говорю, а что сделал? Да еще не сделал. Сразу на него другие священники. Старые болят. Ты что выдумаешь? Ты тут несешь такое. Это разномыслие, это разделение. Мой брат стал еще один священник. Потом еще один. Их пять набралось. И они стали говорить правильное крещение. Это научение, полное погружение. А старые восстали к архиерею. Архиерея его вызывает. Феодосий Омский. Так, вы что делаете-то здесь? Владыка, сказано же так. Они купели, построили уже в храме, полное погружение. Запретить, закрыть. Это раскол. Ну и все. Можно мне сказать. Насчет крещения, я вот почитала, что мистическое крещение с водой было, когда народ еврейский вышел из Египта и прошли через воду. Через море. Через море. Да. Море Красного. Я вот по-русски не очень хорошо говорю. Извините за ошибки. Это первый мистический образ. Да. А второй образ был, когда Седрах Мисах и Авденаху бросили в печке. Да. Да. При Данииле пророка. Бросили в печке. А там Син Человеческий оказался. Значит, Бог сам и Цварь нами. Как по-русски. Роса. 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 Роса и Хакатилы. Да. Что они не зажгли. Покажу. Ангел. А роса. Да. И вот это второй мистический образ крещения. Так что можно. Мысль одно и то же. И то крещение, и то крещение. Но образ может быть разный. И это принято. И это можно. Потому что Господь и так делал, и так делал. А у Господа нет преград. У Господа и Духа Святого нет клетки, чтобы садиться. Да. По-разному. Можно все делать. Были что? Не водой, а в своем крови крестили святые. Такие тоже были. Церковь приняла это. Возможности не было. Возможности не было. Не было возможности. Да. Если когда возможности нету, можно и это принимать. А надо возможности найти. Например, в реку он идет, в реку крестит. И возможность появляется. В трех случаях нет возможности указано. Первое. Клинике. Умирает человек. Лежит где-то в бараках. Да. Второе. В тюрьме. А если больной лежит? Больной, который нельзя пошевелить. Лежачий. Но его обливают. Крапления слова нет такого. Обливают. 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 Это не костюм, конечно. Сняли. И в тюрьме. Трижды всего облили. Облилили. То есть он раздет и его облили. И церковь вела третий случай. Когда в плену у татар в степи. То есть это татар монгольская ига. Там обращались. С этим, с песком, да? Нет. А пески это выдумка. Это 136 страница духовного луга. Шли монахи и молодой еврей, который уже склонен был. И вдруг он заболел в пустыне. Они тогда взяли песком его во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот священники на этом обрывают и говорят, крестят песком. Я говорю, вы чего дальше-то не считаете? Не считайте. Это не исключение было. Это не исключение. Дальше они приходят и епископу Дионисию говорят. Дальше рассказ-то не окончен. Он дальше, это духовный луг. У меня книги указаны. Они говорят. Он говорит, не выдумывайте, идите на Ордане и крестите песочники. От воды и духа, не от песка и брюха. Все. Это дальше не договаривают, они умышлены. Значит это не было? Нет, это ложь. Ложь от кто? Они дальше начинают одной слюной, одной мочой и дальше продолжать. Еще из себя исходят, всем крестят. Что вы думаете? Он послал их дальше. Идите и крестите в Иордане. Его крестили в полное погружение. А это песочная игра, она нигде. Но они ухватились за это. Почему? Очень удобно. Ничего не делали. Да. Заметьте только. Вот говорят, нет условий. Повторяю. Вот старобрядцы, которые не покорились неконной реформы. Так это ни день, ни два. Триста с лишним лет. Триста пятьдесят лет. Ни разу ни одного не крестили обливанием. Еще не доказано. Ни разу ни одного. Ни в советское время. Теперь. Баптисты ни разу ни одного не будут песком крестить. Почему? Да всегда найдут где что. Озера пересохли, море пересохло. А вдруг человек умирает и некуда взять. Ну а они найдут. Найдут. Они сделают. Я не нашел ни в литературе, ни в старобрядцах. Нигде. Обязательно сделают. То есть это страх. Боже. Вот торговли у нас нет, скажи. А если у вас что-то... Никаких есть. У нас в устав написано. У нас бесплатно. За крещение священник будет получать деньги. Мы сразу от него освободимся. У нас в уставе нет. У нас тоже бесплатно. Насчет торговли хочу сказать. Значит, у нас все, которые книги издаются и на русском, и на грузинском языке, у нас здесь есть продажи. Здесь есть продажи и у каждого верующего здесь уже есть целая библиотека благодаря этому. Значит, конечно, есть священное писание, молитвенники. И это всегда. Это очень доступно и никакой здесь даже накидки на нее нет. Ну, относительно торговли. Это одно дело, что дважды Господь изгнал. Вначале, говорю, дом торговли, а в конце написано, говорит, вертеп разбойников. Это разбойники сидят там, вертеп, пещеры где-то. Но канон соборный запрещает торговать каким бы то ни было, чем бы ни было в церковной ограде. Да, в церковной. Даже в ограде церковной. Это наши христианские соборы православные утвердили. Это я тоже за. Ну, а как же шум торговли? Так, мы собираемся, отец, спросим благословения. Да, да, да. Ну, да Бог вас благословит, сохранит. Храни тебя Господь. Да. Мы не будете это покушать сейчас. Быстро. Да. Ну, поехали. Но... Как, на сухую, или с водой, или с маслом еще? Можно добавить. Нет, сухую. Рожевать, разжевать. Рожевать и проглотить очень вкусно. Можно и в кашу делать. Можно и в кашу делать. Можно и... Развести. Яблоко добавить. А от каких болезней это развести? Это... Может быть, тонус организма поднимает. Да, да. Это тонус поднимается. Поэтому ночью нельзя принимать. Те или ночью не будешь спать. Ну, да. И... Помнишь, как говоришь? И женщины, говорят, толпами, стаями и все голые. Как этот собачье сердце. Он ему взял операцию и говорит, ты как? Он старый уже, и вдруг ободрился, и такое, что было. Говорит, не увлекайтесь. Да я в виде опыта. Да. Помните? Собачье сердце Булгакова. Да. Я хочу еще... Вы едете в Адмению, да? Значит, в Адмении жило очень много евреев. Но здесь Григорий, святитель всех армян, они все приняли, я не знаю в деталях историю, но они все приняли христианство. Поэтому здесь, когда я встретился с армянами, они изучали, этот еврит изучали, изучали Библию в оригинале. Я думаю, зачем это вам, да? Вот они вспомнили вот эти корни. Есть произведение даже, я уже забыл, очень давно было, как оно называется, именно как они приняли христианство. У меня в житиях святых, которые я насчитывал, я это очень хорошо знаю. Да. Он многое претерпел, очень многое претерпел. Его как бросали, мучили, все-таки там не было. Так, пошли. Да, да, да.